Тексты А молодость кусочек своей жизни Тексты, тексты, повсюду тексты В квартирах и деревенских домах Я слушаю, иногда понимаю Что превращаюсь в одно большое ухо Все время повернутое к человеку Я слушаю голос Люди плачут, кричат Я слышу слово Валина И думаю, какая война Если у нас завтра в институте экзамен Экзамен это так важно Какая может быть война? Эх, девоньки Какая она подлая, эта война Посмотришь на нее нашими глазами Бабьими То она страшнее страшного Поэтому нас и не спрашивают Горячие котлы, каши и супа Которые некому есть Из ста человек Вернулись после боя семь Дали нам вещи мешки А мы пошили из них себе юбочки Помните, девчата Едем в теплушках И солдаты смеются, как мы держим линтовки Держим не так, как оружие держит А вот так Сейчас даже не покажу Как кукол держим Не могли ходить После войны на базар И смотреть на красные мясные ряды Даже на красный ситус Уже столько лет прошло А в моем доме ты не найдешь ничего красного Я ненавижу после войны красный цвет Тексты, тексты Повсюду тексты В квартирах и деревенских домах Я слушаю Иногда целый день пьем чашу Рассматриваем 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 фотографии родных И вот тогда Неизвестно через какое время Человек идет к себе В себя И начинает вспоминать не о войне А о молодости Кусочек своей жизни Я хочу говорить Говорить Выговориться Наконец-то и нас в этом душу Не столько лет, мальчат Десятки лет Первый год, когда я вернулась в лами Я говорила, говорила Но никто меня не слушал И я замолчала Как-то раз Пошли мы с подружкой в кино Перед показом Показывали, что Роберт Роб и Молоток Пожали друг другу руки В сознание Влезли слова диктора Что Германия верна друг Советскому Союзу Мы были уверены Никакой войны не будет Но и не прошло и месяца Как немецкие войска Уже были под Москвой У нас восемь детей в семье Все первые четыре девочки Как-то раз Папа пришел с работы И плачет Я когда-то радовался Что у меня Первые четыре девочки Невесты А теперь у каждого Кто-то идет на фронт А у нас Невесты Я старый Мы девочки А мальчишки Еще совсем маленькие Как-то в семье И у Василия переживали Устроили курс Метисер И отец нас Отвел туда сестрой Мне пятнадцать Мне четырнадцать И говорили Это им все Что я могу Отдать для победы Моих девочек Мама 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 прибежала в пользу Моя мама Никогда нас не поняла Не целовала Если что-то хорошее То он только ласково Посмотрит И все А тут Убежала Склочила мою голову И целует Меня Целует И так смотрит в глаза Не захотелось Все бросить Отдать вещмешок Невеста домой И мне Стало всех жалко Бабушку И братьку И тут Заиграла музыка Команда Разойдись Садись По вагонам Я попросила Мама Я ее умоляю Только не надо плакать Это все происходило мне ночью Я стоял Сплошной боль Наши матери не плакали Они были Моя мама Стоял Как камень Она боялась Что бы я не спрятала Я же была Маленькой на дочке Меня дома баловали А тут Пострибку под мальчика Только эти Чубчик оставили Вот эти плакаты Которые сейчас висят на земле Родина мать завела Что ты сделал для фронта? Меня это были Очень 능 Welsh Мы сар reminders Пойдем им выебать На парочку Он пойдет Закомондируя Засанит арочку Гитлерс Дом угостится Чаю Тульского На пиццу Справа подàng И зрители И там Коз problems у Cordards Ребята Березы зеленеют запеки, У фашистов зубы толки, Только лапы короткие. И вдруг, Стоять на пирогах, Мы увидели убитых. И это уже была Марика. Женские рассказы, Другие о другом. Женщины, свои краски, Свои запахи, Свои слова, Своё пространство чувств. В оптике есть понятие светосила. Пособность объектива Хуже или лучше зафиксировать Уловленное изображение. Так вот, женская память о войне Самая светосильная По напряжению чувств и боли. Я даже могу сказать, Что женская война Страшнее мужской. Мужчины прячутся за факты. Война их захватывает. А женщины Встают из чувств и боли. Долго сижу в незнакомом доме Или квартире. Лежит на носилках. Он у нас не запринтован. Он его подавляет на его голову. Он еще только видел. Немножко. Не видно. Я ему кого-то напоминаю. Он упрощался ко мне. Лариса! Лариса! Ларочка! Лариса! Я все любил везти ее девушку, Которую выбрала. А это моё имя. Но я знаю, что никогда это ничего не встречала. Она завернула. Я подошла. И как и поймала. Всё-таки смотришь. Ты пришла? Ты пришла? Я за руку вору взяла. Нагнулась. Я знаю, что ты придёшь. И сейчас спокойно могу рассказывать. Как вспомнил этот случай. А всё забывается. Я не забываю. Когда уходил на фонд, Не успел тебя поцеловать. Поцелуй меня. И я наклонилась к этому. И поцеловала. И у меня слеза выскочила. Я не знаю. Спряталась. Я всё. Бомбит. 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 И бомбит. Все просились куда-то бежать. И я бегу. Бомбит. Я не могу слушать hören. Я не могу слушать. Бомбит. 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 И я не знаю. Что стебелью не похожа. Я чувствую. Надпечаство медитарную сумму. И ещё стыд. Куда девался страх? Бегу назад, стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему, к ребятам. Затем второго и третьего. Он, ваше священное место, а он был сверху снег, а подниму битву. Многих внуков, он не куплен, как небо. Спросите меня, что такое счастье. Я отвечу. Вдруг среди битвы летит жена. Присутствие женщин очень меня вобычное. Если ты где-то поняешься, в ней светлеют глаза. Например, они узнают, что сам инструктор был тертозлотом. Старается включить свою одежду, землянку берут. Я всю войну улыбалась. Я считала, что должна улыбаться как можно чаще, что женщина должна светиться. Перед отправкой на фронт наш старый профессор говорил так. Вы должны каждому раненому говорить, что вы его любите. Самое сильное ваше лекарство – это любовь. Любовь сохраняет и дает всеми выжить. Он же драгословит. Ему так больно, что он плачет. А ты ему… Ну, мой миленький, ну, мой хорошенький. Ты меня любишь, сестричка. Они нас молоденьких всех называют сестричками. Ну, конечно, любят, только выздоравливай скорее. Они не могли обижаться, лукаться. Они не выписывались никогда. Простые люди, медсестры, повара, прачки, они, как бы точнее определить, достают слова из себя. Не из чужого, не из прочитанных детских книг, а только из своих собственных страданий и переживаний. Утро, каратеры, подожди нашу деревню. Спаслись только те люди, которые убежали в лес. Убежали без ничего. Ни яиц, ни сану. Утро, тетя Настя убила свою девочку. Потому что та все время просила есть. Тетя Настя была пятен на ее детей. Все маленькие. И все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума. А ночью я услышала, Юлечка кричала, мамочка, ты мне не допей, я больше я сучки просить не буду, не буду. Вот вы, Юлечке уже никто не видел. Когда мы вернулись в деревню на угольки, деревня сгорела. А тетя Настя подвесилась, по черным березам, а дети стояли и просили есть. Да, в войне ничего только не было. Но эти чудеса-то были. Лежит на деревне Аня Попула, наша слезитка. Она умирает, пуля попала в сердце. В это время она летает на ее плене. Девочки, как жаль. Она посмотрела, она улыбнулась. Девочки, неужели я умру? В это время бежит, он пустает, слава и кричит. Не умирай, не умирай, телевизор у нас дома. Мама садится возле ее, распечатка в доме. Смотрит маму. Кто там? Тебе не хочет. Я поздно, я с ней с ней хочет. Это, кстати, чудо. Шудо. Она живет вопреки всем законам медицины. Она живет вопреки всем законам медицины. Кто пойдет после таких книг воевать? Вы унижаете женщину примитивным натурализмом. Женщину-героиню рассвинчивать. Делаете ее обыкновенной женщиной, самкой. А они у нас святые. Это ложь. Это клеветана нашего солдата, освободившего полу Европы. Но наших партизан, но наш народ-герои. Нам не нужна ваша маленькая история. Нам нужна большая история. История победы. Вы никого не любите. Вы не любите наши великие идеи. Да, я не люблю великие идеи. Я люблю маленького человека. Рукопись давно лежит на столе. Уже на протяжении двух лет я получаю отказы от издательств. Молчат журналы. Приговор всегда одинаков. Слишком страшная война. Много натурализма. Так какая она та война? Какая? Да, нам тяжело далась победа. Но вы должны искать героические примеры. Их сотни. А вы показываете нам грязь войны. Нижнее белье. У вас наша победа страшная. Чего вы добиваетесь? Правда. Самое важное на войне остаться человеком. И эта нравственная победа оказалась самой великой в ту страшную войну. Женская память о войне возвращает нас на круге милосердия. И когда-нибудь забыла, и не хочу забыть, что было со мной в ту милосердие. Нет, об этом случае я не рассказывала. Самые-самые бои. Тащу я двух раненых. Одного протащу, оставлю, потом другого. И так продолжала тащить их обои. Их нельзя оставлять. Как вам проще объяснить? Вы же не медики. У обоих высоко отбиты ноги. Они истекают кровью. Когда я отползла подальше от боя, где стало меньше дыма, я обнаружила, что тащу одного нашего танкиста и одного немца. Я была в ужасе. Там наши гибнут, а я немца тащу. Там в дыму не разобрать. А тело... Одежда полусгоревшая. Они оба стонут. Они не разговаривают. А тут я поняла, что комбинзон чужой. Все чужое. Что же делать? Я продолжала тащить нашего раненого. Оставалось совсем чуть-чуть. И думаю, возвращаться за немцами или нет. А я понимаю, если я его оставлю, то он через несколько часов умрет. Он истекает кровью. И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих. Я врач. Я женщина. Я мир спасала. Человеческая жизнь нам очень дорого стоила. Мир спасала. Да, такие мои вопросы после войны жив. Войну хочется забыть. Но что-то хочется помнить. Продолжение следует...